Александр Дюма «Любопытная повесть». Мне так часто слышалась эта фраза, что я невольно поверил ей и написал, со слов женщины, старой гувернантки, имевшей второстепенную роль в этой драме, историю, которую вы можете прочесть, если не заснете над первыми строчками. Теперь мне незачем объяснять, почему я назвал эту книгу романом женщины. Часть первая. Голова первая. Знаете ли вы город Дре? Если не знаете именно его, то вам и хорошо известны другие провинциальные города. А этого слишком довольно, ибо все они имеют один и тот же характер, одни и те же странности, одни и те же предрассудки. Однако город Дре имеет свою особенность. Он ведет торг колбасами и свининую. Но так как эта особенность не может придать ни малейшей занимательности нашей книге, то мы и пройдем ее молчанием, рискуя даже навлечь на себя неудовольствие почтенных торговцев и их клиентов. Это не шутка. Провинция не прощает насмешек. Провинция похожа на тех состарившихся женщин с резким пронзительным голосом, с горбатым, вниз загнутым носом, разодетых, разукрашенных всевозможными драгоценными вещами, высохших, злобных, прихотливых, жеманных, осуждающих всех молодых и хорошеньких, и не упускающих в случае оклеветать их, на те создания, которые, опираясь на добродетель пятидесятилетнего возраста, свободны от всяких покушений или скрываясь за завесы искусства и опыта, а иногда и ханжества, стараются очернить все прекрасное, молодое и доверчивое, оставаясь неуязвимыми под своей керасой. Попробуйте напасть на них, и вы увидите сами, как они простят вам это нападение. Невозможно определить, что такое ненависть старой женщины, особенно когда на ее стороне авторитет прожитых лет, и когда благочестие, по крайней мере наружное, придает веру в непогрешимость и бесстрастие их суждений. Я ненавижу провинцию. Она относительно Парижа тоже, что и старая женщина, относительно молоденькой. Но такого суждения провинции я не распространяю на те города, которые, имея сто или двести тысяч жителей, по своей торговле, промышленности и развитию находятся в непосредственных отношениях с Парижем. Правда, они имеют свои странности, как и Париж имеет свои, но они уничтожаются в этом шуме общего движения. Города же, презираемые мною и короткого знакомства, с которыми я бы желал избежать, это города, имеющие от десяти до двенадцати тысяч жителей, снабженные под префектурою и украшенные королевским прокурором. Такие-то городки надменны до крайности. Они презирают торгующие сословия и помешаны на аристократии, которую составляют президент, королевский прокурор, под префект, судьи, нотариусы и адвокаты. Иногда допускаются сюда и некоторые из ростовщиков, но только через задние двери. И вот в этом-то заповедном кругу разгуливают страсти и всякого рода соблазны. Супруга президента делается зачастую любовницей под префекта, который бросает ее для прокурорша, имевшей в свою очередь любовником президента. И все это делается под прикрытием белых галстуков, суровой осанки, строгих правил, великолепных комнат, оплачиваемых правительством, и ежедневных осуждений, произнесенных над бедняком, укравшим кусок хлеба или грушу. А после двадцати лет такого рода служения фраки их украшаются красной лентой. Жалование увеличивается, и человек умирает с именем достойного правителя и прекрасного семьянина. Отставший отдел торговцы приняты в это общество. Утешительное вознаграждение, которого так сильно добиваются честнейшие из них. Тьфу, как сказал Гамлет, пораженный запахом от трупа Йорика. Но, скажете вы, Париж ничто иной, как громадный город, заключающий в себе множество мелких, с теми же самыми нравами и пороками, только менее заметными, потому что сцены их действия обширнее, и число действующих лиц несравненно многочисленнее. Правда. Но в Париже, если есть сильные страсти, есть и истина. Если есть пороки, есть и разум их исправляющий. Однако к чему я опускаюсь в критико-философские рассуждения над провинцией и столицей, тем более, что это вовсе не относится к нашей истории. Вернемся же в Дре. Знаете ли вы или не знаете этот город? Я все-таки в нескольких словах хочу познакомить вас с его топографией. Если вы отправитесь из Парижа, то вы войдете в Дре через Сен-Жанское предместие. Вы переправитесь через Блэз, небольшой ручеек, обнимающий двумя своими рукавами прелестное место для прогулки. Далее вы пойдете все прямо, войдете на улицу Паразис, которая приведет вас на площадь того же наименования. Здесь дорога образует угол. Последуя, вы очутитесь в Сен-Мартенском предместе, оканчивающемся шартерской дорогой. «Остановитесь тут! Ваше путешествие кончилось!» Предпоследний дом предместия есть, или, по крайней мере, был в 1830 году пансионом девиц. Его окружала высокая каменная стенка, в ней дверь, выкрашенная зеленой краской, под нею черная доска с надписью «Пансион для молодых девиц». Масса деревьев виднялась за этой дверью, а через нее весело и спокойно проглядывали окна с решетками серого цвета и зеленой рамкой из жимолости и винограда. Словом, это здание было отлично применено и к воспитанию, и к удовольствию своих юных обитательниц. Довольно уединенное от городского шума, оно в то же время было и достаточно близко к нему, так что по временам этот шум напоминал молоденьким сердцам, что есть на свете, кроме их наставниц, еще и другие люди и другие дома, кроме их пансиона. Переступим же порог к этой двери. Вот мы на первом дворе. С одной стороны помещение привратника. В нем клетка с чижиком, несколько горшков резиды и прочая утварь, составляющая незатейливое счастье этого почтенного сословия. С другой птичник, население которого более нравственное, чем городское, давным-давно предалось сну. Выше стоит голубятня, полная домашних голубей, которые мешаются в игры молодых девушек и просят крошек хлеба из ласкающих их ручонок. Посредине лужайка, обсаженная цветами, по углам тополя, а по обеим сторонам дома идет двойная липовая аллея, полная теней и грез. Что же касается внутренности дома, то в нем более удобство, нежели роскоши, более предупредительности, чем поэтичности. Пройдем, однако, чтобы бросить быстрый взгляд на зал, служащий для приема родственников-воспитанниц. Зал, украшенный красными велыми занавесями, классическим фортепиано, стеными часами, представляющими колесницу Аполлона, и канделябрами, ничего не представляющими. Отворим немного дверь, ведущую в особенный кабинет начальницы, где помещается и библиотека, всегда открытой любознательности детей. Говорить о составе ее бесполезно. Книги ее составляющие известны каждому. Отворим еще одну дверь, ведущую в столовую госпожи Дюверне, начальницы. Эта комната ничем не отличается от прочих, и несмотря на то, что в ней как-то темно от гардин, тесно от мебели, холодно, она, тем не менее, составляет предмет честолюбивых желаний молодых девушек. Ибо те из них, которые прилежно занимались в продолжении недели, приглашаются к обеденному столу их начальницы, и могут не без иронии смотреть на других, отправляющихся в общую столовую, в то время как счастливецы в ожидании обеденного чая с удовольствием рассматривают гравюры или перебирают листки кипсиков в библиотеке. Как чудно эти годы, которые пролетают в желаниях таких наивных вознаграждений или в страхе наказания. Какой счастливый возраст, в котором нет иных огорчений, кроме неудовольствия матери, и в котором, исполнив требуемое, молодая девушка может вечеру после молитвы заснуть спокойно и тихо, потому что ни тревожные грезы, ни печальные мысли не смеют еще приблизиться к ее изголовью. Что может быть утешительнее зрелище, какое представляется вошедшему в пансион родственнику, когда он смотрит через решетки приемной на веселые игры среди зелени и цветов, в которых проводят они часы отдохновения? Можно проводить целые дни, глядя на забавы этих милых, нежных и розовых созданий, беспечные, улыбающиеся, шаловливые. Они не думают, что будет с ними после этих первых годов их жизни и что ожидает их за стеною их сада. Теперь, осмотрев нижний этаж, поспешим пробраться в среду этих милых детей, но так, чтобы они не заметили нас, иначе они разбегутся, как дикие серны, и утратят ту очаровательную физиономию, которая для нас так привлекательна. Второй этаж мы не будем осматривать, но заметим только, что он занят госпожою Дюверне и лазаретом. В третьем находятся склады белья и отдельные комнаты для больших. Уже 7 часов 30 минут вечера, сегодня 15 августа, канун вакансий. Оттого-то детские игры так шумны, радость выражается так свободно. Нужна большая вина, чтобы лишиться отпуска завтра. Ни в классах, ни в отдельных дортуарах, ни в столовой, ни в глубине сада нет занимающихся. Хотя некоторые из воспитанниц более дальновидные связывали книги, которые хотели взять с собой, обещая начальнице заниматься ими, а себе не дотрагиваться до них. Другие, образовав кружки, в которые входят по временам госпожа Дюверне, открывают друг другу тайны сердца. Эти мечтания, как прелестные птички, летят в неведомые страны и, возвращаясь, сразу же приносят с собою покой и надежду. Среди этих счастливых кружков непременно найдется и бедное дитя, лишенное родных или достатка. Оно глядит на радость других через решетку темницы. Бедные дети! Печаль прежде радости проникла в их сердце, которые, будучи слишком молоды и неопытны, чтобы предаться сомнению, не спрашивая даже, почему они, будучи так же молоды, так же прекрасны, так же невинны, не могут быть так же счастливы, как и их подруги. Почему, живя вместе в пансионе, они не могут жить в одном и том же свете? Бедные крошки, которым творец дал так же, как и другим, глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы любить, но которые, едва протянув свои ручки, прикасаются уже к несчастью или к обольщению. Вот неизбежное зло, которое заключают в себе пансионы, то есть соединение многих существований в один тесный кружок, живущий одной жизнью. Эти существования, поставленные на некоторое время на один уровень, рассыпавшись впоследствии по общественной лестнице, разделятся непременно. Вследствие этого рождаются эгоизм в одних, зависть в других, и Бог один знает, что бывает вследствием того и другого. К счастью, не преждевременное горе мы собираемся описывать в настоящую минуту и будем следить не за грустной тенью, а так как мы не обозрили еще садов, в котором начинается наша история, то оставим на время эти белокурые головки с их невинными грезами и войдем в Липовую аллею, где так много прохлады и тени, и так мало воспитанниц. Мы найдем здесь двух уже довольно взрослых девушек, которые прогуливаются, взявшись за руки. Несмотря на сумерки, мы можем подробно разглядеть их общие черты. Одна из них, младшая, очаровательная брюнетка, другая – прелестная блондинка. Вот на них-то мы и сосредоточим наше внимание и последуем за ними. Видели ли вы женщин Диаза, этих бледно-розовых, улыбающихся созданий, изображенных среди восхитительной природы? Их ноги тонут в зеленые муравей цветах, и как богини времен и язычества они как бы окружены сиянием. Видели ли вы живопись Мюллера, эти поэтические и увлекательные головки, с их очаровательными улыбками, с небесно-голубыми глазами и волосами, подобными золотистому шелку? Так займите у одного всю силу кисти, у другого тайну его карандаша, и вы будете в состоянии вообразить себе прелестную блондинку, о которой я говорил вам. Уже с давних пор и долго еще будет длиться спор, какому цвету волос отдать решительное преимущество. Мы не беремся решить его, хотя и создали себе разные типы красоты и поэзии. Мы не иначе воображаем их, как украшенных белокурыми волосами. Из этого не следует, чтобы мы были противниками черных. Нет, мы только поклонники первых. Мы признаем, что в природе существуют резко поразительные тоны, которые вызывают удивление, точно так же, как и нежные, которые располагают к мечте. Мы говорим, что образ женщины, впервые явившейся в нашем воображении, первые черты ее, рождающиеся в нашем сердце, никогда не бывают с волосами черными. Мы хотим сказать, что брюнетка есть олицетворение страсти, а блондинка — любви. Теперь, когда мы попали в сад госпожи Дюверне, следя за молодыми девушками, обратим наше внимание преимущественно на блондинку. От того ли, что нашли в чертах ее лица выражение грусти или поэзии, что почти одно и то же, но чего мы не заметили у ее подруги, от того ли, что в ее голубых глазах мы угадали выражения, которые напрасно искали бы в черных. От того ли, наконец, что в этой улыбке, которая изредка набегала на ее губы, мы прочли безотчетную грусть, которая, если и не имела причин в настоящем, то, как нам казалось, была предчувствием будущего, не знаем. Но, во всяком случае, жизнь и будущее этого ребенка заинтересовали нас против воли, и нам захотелось узнать, что судьба готовит ее существованию. Итак, оставим других детей, которых мы видели собравшимися в кружки, строить воздушные замки, которые через полчаса доконсят сон, и пойдем тихонько к отделившимся подругам, чтобы послушать их разговор. «В котором часу ты уедешь завтра?» спросила брюнетка Клементина. «Ты хотела сказать, в котором часу мы уедем?» возразила блондинка Мари. «Ну да, экипаж будет готов к одиннадцати часам. И когда мы приедем к твоим?» «Через девять часов». «Какое счастье! День будет чудесный! Посмотри, сколько звезд!» «Ты очень счастлива!» «Почему так?» «Еще спрашиваешь. Ты уезжаешь отсюда с тем, чтобы более не возвращаться?» «Ты навсегда оставляешь классную скамью, на которой так неудобно сидеть, нашу постель, где так дурно спится. Ты будешь жить в Париже, в замке, быть может, жить с родителями. Войдешь в свет, о котором говорят так много дурного, и который мне кажется обворожительным, и ты меня спрашиваешь еще, почему ты счастлива?» «Нет, милая моя, если ты слишком требовательна или слишком забывчива». «Ты права, но это все ожидает и тебя со временем». «Да, только далеко не то же самое. Прежде всего, я должна дожидаться целый год, а к тому же еще я вовсе не имею твоего состояния. Ты войдешь в жизнь через золотые двери, а мои едва ли будут вызолочены. Выйдя отсюда, я должна буду уехать в провинцию к тетке, которая вовсе не веселого нрава. Меня отдадут замуж за какого-нибудь нотариуса. Тогда как ты... Но постой! Одно приводит меня в отчаяние. Это мысль, что впоследствии предрассудки и боли, быть может, чем расстояние, разлучат нас навеки. Кроме того, понимаешь ли ты, есть что-то святое в этой дружбе двух сердец, в этом слиянии симпатий, совершившемся без кровных уз, а случайно? И так обещаешь ли ты всегда любить меня?» Они обнялись. «Как подумаешь, продолжал обеспечное дитя, что я два месяца приведу вне пансиона и с тобою. Кстати, твой отец добрый человек?» «Превосходный. А маман?» «О, ее я давно знаю. Как нам будет весело! Как мы посмеемся!» «Послушай, скажи откровенно, что ты чувствуешь, расставаясь с пансионом?» «Грущу, клянусь тебе, потому что оставляю привычки, если несчастливые, то правильной жизни, потому что до сих пор я не знала иных огорчений, как взыскания за неисполнение. Но вот уже два года, как я большая!» прибавила, улыбаясь Мария. «Следовательно, не имела даже и их, потому, наконец, что я знаю, что оставляю и не знаю, что найду». «Вот забавная причина. Ну так я скажу тебе. Ты найдешь дом в Париже, меблированный несколько иначе. Твои здешние комнаты, прислугу, лошадей и возможную роскошь. Ты найдешь отца и мать, которые обожают свое дитя, а не госпожу Дюверне, которые улыбаются тебе за две тысячи франков. Ты найдешь на лето чудесный замок, окруженный лесом, полями, с бесконечным горизонтом и светлым небом, тогда как здесь мы пользуемся только маленькой его частью. Зимой ты найдешь спектакли, балы, туалеты, упоение от светской жизни, удивление мужчин, ненависть женщин, а это тоже что-нибудь да значит. И из удивляющейся тобой толпы право выбрать самого изящного, самого благородного, самого умного, потому что ты сама изящнейшая, благороднейшая, прелестнейшая из женщин, что тоже не лишнее, во всяком случае, даже в счастье. Наконец, ты найдешь свободу, слово, за которое пролито много крови. Вот какое незначительное изменение произойдет в твоей жизни. И как ты мило горюешь об этом изменении. Я же, которой нечего и надеется найти то, что ожидает тебя, я не жалею ни о чем. Мария слушала ее, улыбаясь. Ах, добавила Клементина, если мне жаль чего-нибудь, так это, милую подругу, которой подобную я не встречу никогда, быть может, и которой не задумалась бы пожертвовать для меня жизнью. Об этом-то именно я и сожалею. Тогда как я еду с тобой, ведь на два месяца только будет с тебя. Случай, что я буду всюду и везде вместе с тобой. Я надоем тебе до крайности. Послушай, милая Мари, ты знаешь мой веселый характер. Так поверь мне, что только с веселой точки зрения можно хорошо рассмотреть свет и быть сострадательным к его недостаткам и не огорчаться его неблагодарностью. Мы проведем целых два месяца вместе. Будем любить друг друга, будем бегать по лесам, как сумасшедшие, без сожалений и страха. Пройдут они и мы расстанемся. Ты поедешь в Париж, я вернусь сюда. Некоторое время ты будешь писать мне о новых для тебя радостях, о новых торжествах, потом у тебя не будет времени и на это. Я же буду писать тебе постоянно, потому что я буду скучать, по крайней мере по двенадцать часов в сутки. Но я буду довольна, зная, что ты счастлива. Однако пойдем укладывать наши вещи. Молодые девушки прошли сад и поднялись в свои комнаты. Надо сделать опись, сказала Мари. Я требую добровольного забвения книг по истории и географии, заметила Клементина. А также и все английские, немецкие и арифметика должны быть забыты. Теперь я хочу растворить двери, чтобы мы могли укладываться и разговаривать. Их комнаты были смежные. Комната Мари была угловая в три окна, завешанные белыми гординами. Стены были покрыты серыми обоями с нежно-голубыми цветочками. Молодая девушка уставила здесь фортепиано, комод, пюпитр и стол. Правда, остающееся свободное пространство было весьма мало и потому еще менее, чем два кресла, которые Мари не знала, куда деть и которые, не имея определенного места, беспрестанно переставлялись. К счастью, кровать помещалась в нише, иначе не было бы возможности сделать ни одного шага, не наткнувшись на что-нибудь, а между тем здесь все дышало тем благоуханием, которое предается присутствием женщины. Открытая фортепиано, казалось, еще издавала звуки. Наброшенный эскиз улыбался с пюпитра. Книги, ноты, зеркало, распятие и цветы дополняли убранство этой комнаты, скромного и таинственного убежища мыслей и грез очаровательного ребенка. Вдыхая запах этих цветов, молясь перед распятием, смотрясь в это зеркало, оно предавалось надежды, мечтам и женскому тщеславию. Тот, кто был в состоянии читать в этом юном сердце, прочел бы прекрасную книгу. Мари придвинула стул к комоду, села, открыла ящики и выложила на стол вещи, которые она хотела взять с собою. Интересно видеть комод молодой девушки. Все лежит в нем в каком-то особенном кокетливом порядке. Тут нет еще ни дорогих гипюровых кружев, ни роскошных шалей, этих будущих богатств женщины. Их заменяют покуда простенькие кисейные платьица, красиво сшитые шелковые переднички, миленькие чепчики с голубыми или розовыми ленточками, которые надеваются перед зеркалом в тот час, когда не скрывают ничего от стен и которые, что ни говори, Росин, не все имеют способность видеть. Но кто же разгадает мысли, которые кипят в этот таинственный час в женском сердце? Кто может знать, как скоро окрыляются эти птички уединения, которые называются грезами? Кто знает, например, о чем думала Мария в те часы, когда она садилась у окна своей комнаты, прислушиваясь к утихающему мало-помалу городскому шуму и глядя посреди этого безмолвия на лампу, освещавшую дортуар? Мы, со своей стороны, убеждены почти, что необходимый аромат весенних вечеров не столько принадлежит благоуханию цветов, принесенному ночным ветерком, сколько неясным девичьим грезам. Да, эта комната была двухлетним свидетелем невинных мечтаний, и с нею-то теперь Мария расставалась. Через несколько минут Крементина подошла к ней. «Я готова», сказала она, «и хочу помочь тебе». «Поторопимся», отвечала Мария, когда присутствие веселой подруги напомнило ей о действительности. «Сперва белье, потом платье». «Я удивительно скоро умею укладываться, особенно когда это нужно, чтобы уехать отсюда. Ну, а когда придет время возвращаться, это другое дело, тогда я решительно не буду знать, с чего начать. Шляпки мы оставим на виду до самой минуты отъезда, чтобы они отгоняли печальные мысли. На что похожи эти шляпки? В них можно поместить целое семейство». Право, когда мы отправляемся по воскресеньям к обедни, мы все имеем вид грибов. Какой эффект произведем мы, приехав к твоей маман? Я думаю, что по крайней мере шесть или семь лет тому назад выдумана такая мода, если она была когда-нибудь выдумана. А как подумай, что мне еще целый год остается носить ее? Ах, милая Мари! И прелестная девушка, надев шляпку своей подруги, нехотя разделившей эту веселую выходку, посмотрелась в зеркало и разразилась звонким смехом. «Теперь примемся за книги», сказала Мари. «Ты все берешь с собой? Все, не хочется сберечь их. Как учебники? Нет, как воспоминания. Так свяжем их. Вот краткая арифметика и грамматика Ламонда. Эти три книги побереги, пожалуйста, я тебе советую. Слог их так прекрасен, и содержание так глубоко. Ну, давай сюда, давай. Мы, кажется, решили оставить их здесь в уединении, которое им так прилично. Я изменила намерение, сказала Мари, но я их не раскрою даже. Очаровательное зрелище представляли эти две головки. Бледный свет лампы слабо отражался на их лицах, оставляя некоторые их части в полутени, которые только и можно передать кистью. «Мы переходим от серьезного к приятному», возразила Мари. «Вот история достославных моряков и басни Ла Фонтена». «И от забавного к скучному», продолжала Крементина. «Вот Робинзон Крозе и география Франции». «Спрячем поскорее вот эту», сказала Мари. «Я хочу знать ее заглавие. Телемак, хоть бы сжечь. Душка, Мари, прошу тебя, позволь мне сжечь его, это мой личный враг». «За что же имя его?» «Это двенадцатый в продолжении трех месяцев. Всем, которые попадутся мне, смерть». «Но несчастная, ты заставишь сделать их еще новое издание». Крементина поднесла книгу к лампе. «Подожди», вскричала улыбаясь Мари. «Разве осужденный просит о помиловании?» «Нет, но он переплетен в пергамент. Если ты зажжешь его на лампе, то не будет возможности оставаться в комнате». «Тело уничтоженного врага всегда хорошо пахнет». Несчастная книга была сожжена без милосердия. «Перейдем к другим. Мы казнили главного, но, может быть, у него есть еще сообщники. Поищем поле Виргиния, а они невинны». «Сказки Пирольта», сказала Мари, держа одной из старых книг, напечатанную мелким шрифтом и переплетенную в кожу. «Я не без оснований хочу сохранить воспоминания, когда, быть может, наступит тяжкое время, а времени лучшим. Вот одна из них, с помощью которой я не схожу в мое прошедшее. Эта книга мое детство. Ее подарила мне бабушка, когда мне было всего пять лет. Каждый раз после обеда мы собирались в гостиной, она помещалась в креслах, я садилась у ее ног. Детство и старость любят сближаться и мешать надежды с воспоминаниями. Я склоняла голову на ее колени, она рассказывала мне о синей бороде. Бедная женщина. Она, как и другие, имела и радости, и печали, и, набросив покрывало забвений на прошедшие, не знала другого счастья, как рассказывать мне, ребенку, волшебные сказки. Потом, окончив рассказ, старушка целовала меня, няня отводила спать, а на следующий день снова повторялась тоже. Когда я выучилась читать, бабушка дала мне эту книгу, и большей радости, какую она доставила мне этим подарком, я не помню. Каждый вечер я была около нее, читала и гордилась, потому что, в свою очередь, передавала ей прочитанное. Но так как это было всегда по вечерам, то есть при огне, то я всегда ошибалась в цвете, и голубая птица, представляешь, мне казалась зеленой. Чудные были те вечера со своим однообразным счастьем, возможным и доступным только детству. Помню я, как вскоре потом постигло меня первое горе, которого я еще тогда почти не сознавала. Помню, как весь дом погрузился в траур. Поцеловав меня по обыкновению, бабушка моя заснула в своем кресле и заснула навеки. Она тихо и спокойно перешла от жизни к смерти, земли на небо, как праведная душа, у которой не было ни сожаления к прошедшему, ни страха к будущему. Большое кресло опустело, я много плакала, потом все забылось. Я вырастала, меня отдали в пансион, и я храню эту книгу как залог потерянной любви, которая, однако, я надеюсь, не совсем меня оставила. И набожное дитя с благоговением поцеловало книгу и погрузилось в воспоминания. Клементина слушала ее рассказ со слезами. Ты плачешь, Мари, сказала она, и нежной рукой своей Клементина отерла слезы, повисшие на золотых ресницах своей подруги. Эти слезы отрадны, они не жгут глаз, не сушат сердце, это своего рода молитва, но ты сама плачешь, потому что твои воспоминания пробудили меня. Если ты потеряла одну из привязанностей твоего детства, я лишилась всей подпоры моей жизни. Ты счастливее меня, у тебя остались отец и мать, у меня нет их. Дни, в которые ты видишь меня веселой, иногда бывают предшественниками тяжелой грусти. Расставаясь с тобой по вечерам одна в своей комнате, не имея перед собой ни твоих прелестных глаз, не слыша твоего нежного голоса, я думаю о прошедшем, потому что только в часы покоя и одиночества воскресают в нашем воображении милые тени. Я тоже плачу, рыдаю над неизгладимым изображением родителей, образы которых так глубоко врезаются в сердца детей, вероятно, за тем, чтобы впоследствии они могли утешать их в скорби и одобрять на поприще добра. Не удерживай же предо мною твоих слез, не бойся открыть мне твое сердце, я хочу улыбаться твоему счастью, хочу утешать тебя в горе, хочу любить тебя. Клементина поцеловала Мари, потом взяв ее за руки и взглянув на нее со светлой улыбкой сказала, с ума мы сошли, чего мы опечалились мы, которые минуту тому назад были так веселы. Говоря это, Клементина смеялась сквозь слезы и смех этот походил на луч солнца, пробившийся через дождевые капли. Кончим же наши сборы и пойдем спать, я постараюсь увидеть во сне, чтобы мне не пришлось более сюда воротиться, а я хотела бы противного, но сны обманчивы. В таком случае до завтра, до завтра. Молодые девушки поцеловались и разошлись. Клементина вошла к себе, оставив незапертую дверь. Мари, погруженная в задумчивость, разделась. Она обнажила снежно-белую красиво черченную шею, круглые плечи, высокую рано развитую грудь, полные прекрасные руки, крошечную ножку, и, открыв ольков, где она ложилась в последний раз, взяла лампу, книгу, положила ее на стол, вынула из ящика чепчик, не без кокетства надела его, закрутив прежде свою шелковистую косу, и, послав немую молитву и взгляд портрету своей матери, как бы призывая ее охранять сон свой, она улеглась. Мария попробовала читать, но глаза против ее воли отрывались от книги, и иная мысль отвлекала ее внимание. Некоторое время она оставалась в таком положении, посреди глубокого молчания, нарушаемого только ее ровным дыханием. Она осматривала свою комнату, с которой завтра расставалась навсегда. Потом мало-помалу глаза ее сомкнулись, книга выпала из рук, она лениво протянула руку, потушила лампу, и минут через десять она спала уже тем сном, которым Бог награждает только птичек и молодых девушек. Глава вторая Мария проснулась рано и открыла окно. Окружающие деревья, колеблемые ветром, шептали что-то, как будто они тоже причисляли себя к ее подругам и наперстникам ее мыслей, и как бы хотели сказать ей последнее «Прости!» Небо было прозрачно и чисто, вдали виднелись жницы, одетые в красные платья, они казались громадными цветами, распустившимися посреди колосьев. Как нарушено это было такое утро, какие редко выпадают на долю нашей северной Франции. На дворе важно расхаживал петух. Белые сезокрылые голубки уже начали свое странствование, и горлицы уже слетались на окна, надеясь, как всегда, найти там оставленные крошки. Понятно, что дитя, воспитанное среди такой роскошной природы, постоянно наслаждаясь весною с первого ее дыхания и осенью до последнего ее дня, с возрастом должно сохранять характер чистый и мечтательный, образовавшийся под влиянием этих благоуханий природы и ее поэзии. И Мари тосковала, расставаясь с этой жизнью, правда однообразной, зато спокойной и беззаботной. Ни одно горе до сих пор еще не тронуло ее сердце. Вот два года уже как она жила в своей комнатке и ее существование не изменялось. В семь часов утра она вставала, открывала окно в хорошие дни, брала книгу, которая всегда давала пищу уму или сердцу. В одиннадцать она сходила к завтраку, прогуливалась с Клементиной в саду, вмешивалась иногда в игры младших подруг, потом садилась или за уроки, или за вышивание, рисовала или играла подле своей подруги. Так проходил день до обеда, после, когда вечер был хорош, опять гуляла, потом молилась и засыпала. Не была ли эта жизнь похожа на жизнь ангелов? Правду сказать, Мария и не принадлежала к тем страстным натурам, которые вечно жаждут неведомого счастья, сердце которых требует страстей, бурных волнений. Частые письма от матери, веселость ее подруги, природа удовлетворяли ее совершенно. Она походила на неприхотливый цветок, которому нужно немного солнца после тени и немного дождя после солнца. Зима всегда тянулась для нее печальнее и однообразнее, кроме редких развлечений, в которых заставляли ее принимать некоторое участие. По вечерам собирались в общем зале, занимались музыкой, иногда родственники некоторых девиц приезжали в пансион, а изредка давали и вечера, на которые являлась госпожа Дюверне, окруженная взрослыми воспитанницами, для которых эти простенькие собрания были важными событиями, потому что как ни незатейливы были эти вечеринки, но тем не менее они были причиной многих обновок. Но что было особенно привлекательно, так это совершенное отсутствие для девического сердца всякой опасности. Важные лица наместников, префекта, теток и несколько молодых людей с претензиями и странностями, над которыми пансионерки от души смеялись. Вот и общество, среди которого проходили эти вечера. Таким-то образом кое-как проходила зима, а за ней наступало лето, и среди этой, этой тихой жизни расцвела наша героиня. Мы сказали, что Марии встала очень рано. Нетерпение увидеться поскорее с матерью было главной причиной этого раннего пробуждения. Она ожидала условного часа и в этом ожидании продолжала заканчивать свои сборы. В свою очередь Клементина, полуодетая, по обыкновению веселая, вошла в ее комнату. Они едва окончили свои приготовления, как им пришли сказать, что госпожа Дюверне ожидает их завтракать. Предупредительная начальница ускорила час завтрака, иначе он был бы и часом отъезда. Молодые девушки сошли в столовую, где ожидали их госпожа Дюверне и престарелый священник. Законоучитель, всегда особенно расположенный к Мари, взял ее руку и поцеловал ее голову, потом поцеловал Клементину, и они сели за стол. Как-то невольно радуется сердце в присутствии служителя Бога, в глазах которого мы росли, кому мы открывали наши первые заблуждения, и который всегда утешал нас своим спокойным и торжественным голосом. Как-то отрадно видеть старца, жизнь которого пронеслась среди людских страстей и заблуждений, не оставив на нем ни впечатлений, ни даже воспоминаний, но который напротив своим соприкосновением освещал и услаждал всех, кто страдал под тяжким бременем грехов. Почти с детских лет в памяти Марии запечатлелись приятные и благородные черты этого старца. Она всегда видела эту голову, покрытую сединами, которыми проведение кажется с намерением украшает избранных, чтобы возбудить к ним большее уважение, чтобы придать более торжественности и значения их действиям. Он первый учил ее разумно молиться, он первый приобщил ее святых тайно. Невозможно было быть более непорочной и чистой, чем была Марии, а ангел мог бы выслушать эту первую исповедь. При печальных и могущественных звуках органа молодые девушки, одетые в белые платья, с набожным трепетом сердца и со слезами на глазах приблизились к алтарю. Престарелый пастр облитый лучами солнца раздал этим чистым душам хлеб надежды, веры и милосердия, хлеб, которого каждый имеет свою часть и которого целое принадлежит всем, как сказал поэт. После обедни дети вышли с пением из церкви, сопровождаемой улыбками присутствующих и благословением священника. А там вне ее их встретило солнце, горевшее в полном величии среди небес, как следствие полученного ими отпущения и начала обещанной им жизни вечной. Вот какие воспоминания занимали Мари при виде духовника. Она любила его, потому что он научил ее добру. Он научил ее, что должно любить, не говоря никогда о том, что должно ненавидеть. Он посеял в ее душе семена веры, которые согреют ее, когда детские надежды сделаются утешением женщины. Но Мари, увидев священника за столом, могла ли усомниться, что он пришел не для нее, собственно? Мог ли он отпустить ее, не наделив последним советом? Она благодарила его от глубины души. Эта благодарность выражалась в ее взглядах, на которые ответом служили улыбка и наклонение головы старца, ясно говорящие ей, «Вы угадали, я пришел собственно для вас». И действительно, после завтрака старец взял Мари за руку, вывел из столовой и, посадив около себя, сказал ей, «Дитя мое, вы оставляете этот дом, чтобы войти под кровь родительский, вы оставляете эту жизнь для новой жизни, на пороге вашего нового жилища вы примете другие привычки и другие обязанности, вы вступаете в иной мир, пройти который, я полагаю, в вас достаточно твердости, не забывайте же, однако, светлых радостей вашего детства, они должны быть стражами вашего счастья, молитесь Богу, молитесь о милосердии его, чтобы в дни бедствия и несчастья он не отвратил лица своего от вас, и чтобы дал силы вашему сердцу не изныть под гнетом отчаянии и сомнений, почитайте его, как своих родителей, и любите их, как его, потому что они учат вас понимать его благость. Это вы уразумеете еще лучше, когда сами сделаетесь супругою и матерью. Помните, что несчастье часто бывает не что иное, как испытание, и что за каждый из них Господь посылает вознаграждение. Помните, что вы обязаны послушанием вашим родителям, и что основанием их воли служит любовь. Наконец, среди радостей, которые ожидают вас в семействе, среди обольщений неизвестного вам света, не забывайте тех, с которыми вы расстаетесь. Вспоминайте наши простые вечерние беседы, нашу скромную церковь, где вы приобщились впервые. Если когда-нибудь страдание посетит вас, если Бог пошлет вам печаль, возвратитесь сюда. Ничто не утешает так, как святые воспоминания детства. Если я буду еще жив, я постараюсь облегчить вашу скорбь, утешить вас словом. Если же меня не будет, то Бог, к престолу которого возносились ваши первые молитвы, услышит и те, с которыми вы к нему прибегнете. «Теперь простимся, дитя мое, примите мои слова не как от священнослужителя, но как от друга, который покидает свет в ту минуту, как вы вступаете в него, и который, оглядываясь спокойным взглядом прошедшее, может спасти вас от опасностей и существования которых не подозревают ваши лета. Прощайте же, дитя мое». И взяв белокорую головку девушки, старик поцеловал ее. Мари утерла слезу и, приняв благословение, вошла в столовую, где ожидал ее Клементина. Священник взял свою трость и шляпу и, сделав еще кое-какие наставления обеим подругам, сказал «Ну, прощайте же, дети мои», и вышел. Мари, встав у окна, проводила взглядом старца, который, выходя, послал прощальный знак рукою и скрылся. Несколько минут спустя ожидаемый экипаж остановился у пансиона. Мари вышла навстречу старой Мариане и бросилась в ее объятие. «Здоровали, матушка», были первые слова ее. «Слава Богу, сударыня!» «Как? Ты называешь меня сударыней?» скричала Мари. «Разве ты уже не любишь меня более?» «О, вовсе нет, но вы так выросли». «Так что же, называй меня всегда своей крошкой, как ты называла меня и тогда, когда бронила меня. Это заставит тебя забыть, что я выросла». «Вы были и остались ангелом». «Как?» «Ты ангел моя маршуточка», сказала старуха со слезами на глазах. «Куда мы едем?» спрашивала Мари. «В Париж». «Надолго?» «Дня на дво, на три не болея». «Прекрасно! Кстати, ты знаешь, что я беру с собой одну из моих подруг?» «Барыня предупредила меня». В это время человек, сопровождавший Мариану, отправился за вещами молодых девушек. Мария и Клементина пошли проститься с госпожою Дюверне, которая, несмотря на привычку к подобного рода сценам, не могла удержать слез. И в этот счастливый день плакали все. Когда наша героиня проходила к экипажу, все дети бежали за нею и кричали «Прощайте, Мари!» «Прощайте, мои крошки!» отвечала она. Потом Мари зашла к привратнику, сунула в его руку пять луидоров, он благодарил ее и, сняв шляпу, сказал «Желаю вам много, много счастья, сударыня!» Наконец она обняла в последний раз госпожу Дюверне и уселась. Дверцы кареты хлопнули и она слышала только голос начальницы, приказывавшей воспитанницам вернуться в сад, карета покатилась. Мари была в восторге, она ехала в свою, всегда так любимую ею семью, она вступала в свет, мечты уже начинали наполнять ее воображение и невольная улыбка, появляющаяся на губах молодой девушки, доказывала, что какая-то отрадная надежда теплилась в ее сердце. Мари заключала в себе все условия красоты, любви и наслаждений, она была до того хороша, что ангелы могли ей завидовать, женщины казаться дурными в ее присутствии, мужчины сойти с ума. При первом появлении в обществе она могла ослепить всех, все сияло вокруг нее и освещалось сиею. Ей оставалось только прикрыть надеждами сердца, как птицы прикрывают крылом свои головки, чтобы заснуть среди своих грез, ею, которой не было еще прошедшего и которая следовательно не боялась будущего. Да и можно ли подчиниться страху или сомнению среди такой природы, какая окружала Мари? Солнце сияло в полном блеске и рассыпало лучи свои на траву и на деревья, связанные с напы, возвышались среди полей, как золотые пирамиды. Небо было чисто, светло и так великолепно, что даже птицы умолкли, как бы прислушиваясь к этой таинственной гармонии. Карета неслась среди этой благословенной страны, среди этих щедрот Творца, и разве можно было печалиться, когда окруженная такую прелестью Мари приближалась к счастью. Между тем солнце начало опускаться. Поля пустели, реже и реже наши путешественницы встречали запоздалых жнецов, вскоре показались звезды, и тишина воцарилась. Карета становилась перед лучшей гостиницей, какую только можно было встретить в тех местах, и хотя она была довольно плоха, но в возрасте наших путешественниц не обращают на это никакого внимания. Их накормили прискверным обедом, что им доставило немалое удовольствие, и, смеясь, они опять уселись в экипаж. Свежий ветер охладил жар дня, подруги закутались и скрылись в глубину кареты, которая снова понеслась той уже рысью. Около девяти часов они подъехали к заставе. «Вот мы и в Париже», сказала Глементина. «Париж», проговорила Мари, открывая глаза. «Кто знает, что в нем ожидает меня», продолжала она со вздохом и недоверчивостью. «Душка, в Париже столько очарований для тех, кто вступает в него в твои годы, в почтовой карете для того, чтобы соединиться с любимыми существами». Карета помчалась по набережной, достигла улицы Сент-Парис и остановилась. Лаке отворил Настюш ворота отеля. Карета въехала во двор и ворота заперлись снова. КОНЕЦ